Всем привет, ребят! Небольшой превью к видео, которое вы сейчас посмотрите. Хочу рассказать вам, что эта игра была очень важна для меня, потому что многие в чате говорили, что ее тяжелый для меня оппонент, и при этом в целом ее очень клевый игрок. Это была игра, когда мне было важно набить рейтинг повыше, чтобы поднабрать и пройти в топ-8 к небольшому турниру от Джордана и так далее. И, собственно, эта игра получилась очень тяжелой для меня, потому что в момент, когда я думал, что уже выиграна, ее совершил просто невероятные мувы, которые лично я совсем не ожидал. Именно поэтому эта игра, как минимум, была очень эмоциональной, как для меня, так, думаю, для зрителей, которые наблюдали за ней в прямом эфире. Всем хорошего просмотра, давайте наслаждаться этой крутой каткой вместе. Неплохо. Так, моя очередь играть Бербером. Ну все, наконец-то. Пожалуй, первая игра за сегодня, когда у меня реально неплохая... Ну, то есть, у меня выпала цивилизация, вероятно, посильнее, чем у оппонента. Давайте надеяться, что я классно заюзаю этот цивил. Да, будем с... Хотя Бербером наоборот, наверное, в углу, да лучше подставайте, чтобы ПК какой-то наметить. Ну ладно. Может быть, играть агрессивно. Два лесочка мы уже нашли. Мне нравится. Блин, Африкан Клейринг, прикольная карта. Конечно, она все-таки рандомная. Рандомнее, чем любой другой Номад. Но все равно. Контр-ЦИО Винчиславу почему так решил? Я проиграл ему за последний год, только мастерю Сокотру. И то я не считаю, что там было что-то это все остальное. Я у него выбрал. На Раби 4-1. И летом в Рэдбуле 3-2. Ну, это если брать турниры, так-то, конечно. Так, ну что, это для него неплохо, что он совсем чуть-чуть позже меня поставил ТЦ за Викинга против Бербера, у которого кресты в теории быстрее должны были прибежать к этому всему. Блин, я даже не знаю, в какой он стороне, да? Здесь, походу, только 3 рыбехи. Не, на 3 рыбехи я не хочу строиться. Пойдем сюда. Хотя, я развернул, что вот там нет. И мебель, я тогда вот тут подстрою. Может быть, в одну сторону все, как-то удобно защищать. Мобиль. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Я его крыся чуть домой привел, неприятно Ой, там уже две пики Так, теперь я не ошибался Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Не то чтобы я специально заблокировал, но получилось красиво Туда второй успею поставить На камне Меда, да, что-то. Сейчас надо не умереть опять. Всего 11 крестьян без АПа на лес, а... Без АПа на лес. 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 Он как раз эту горку контролит, и если бы я без Камал Арчера бы пошел эту горку, то было бы неприятно. Без АПа на лес. Ага, по коням вот ноги вести. Сумирен. Камал Арчер разобрал. Что бешеная экономика Да, ну неужели он аплелится? Сколько же я наделал конварчера в ту точку Замок очень важно застроить Замок очень важно застроить Да, я думаю, компанк зас... большинства не очень Фига, они вплотную не попали Замок очень важно застроить Угу Угу Гаги Замок очень важно застроить Угу Девушка Угу 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 Продолжение следует...